Здравствуйте, уважаемые подписчики канала и просто зрители, которые зашли на огонек. Посмотрите очередную распаковку. Опять у нас, к сожалению, грозило, что ничего нового не будет. Значит, здесь у нас давайте быстренько распакуем, а потом я вам задам вопрос. Что самое необычное, по вашему мнению, можно купить на Алиэкспресс? Вот как вы думаете? Слушайте, ну прям вот безумно красивая упаковка, безумно красивая упаковка, только, к сожалению, этот поросенок не написал, что находится внутри. То есть, если я куплю несколько для себя и своих, скажем, знакомых, друзей, то я не буду знать, кому что достанется. Давайте попробуем. Хотя, вполне возможно, что здесь написано, что здесь находится... Нет, вроде одинаковая. Не важно, давайте посмотрим, что находится внутри. Внутри находится вот такая вот пластина. Если быть точнее, две пластины. Которые, собственно говоря, с помощью лома и какой-то там матери... Хотя нет, все-таки лучше взять инструмент, потому что детальки очень-очень маленькие. Работа очень кропотливая. Требует достаточно большое количество времени. То есть, несколько часов это на здрасте уйдет. В итоге у вас соберется вот такой вот марсоход. Или луноход. Я вот не знаю точнее, как его назвать. Самое главное, что нужно понимать, что... Ну, нет, это надо пробовать. Это надо взять, один раз попробовать, и все будет понятно. Для понимания вот это вот безумно маленькие вот эти вот колесики, это очень интересно. Что могу сказать? Точно берите, если будете покупать сразу с инструментом, без инструмента, это будет абсолютнейшее мучение. Будет абсолютнейшее мучение, и вы обругаетесь матом. Я вот думаю, открыть телефон. Про него вроде тоже надо рассказывать. Давайте я дам ответ на мой вопрос, который вот есть у меня. Самое странное, что можно купить у китайцев на Алиэкспресс, как бы это ни странно, это юбилейные 100-рублевые купюры, серия Олимпийские игры в Сочи, достаточно старая купюра, да, 2014 года, и свежачок, крымская 100-рублевка. То есть, если вы их хотели, мучились и не могли их нигде найти, здесь спрашивали Сбербанки, в банке, там, не знаю, ВТБ-24, заходили в какой-нибудь крикозяблик банк, да, и вам говорили, да вы что, их у нас нету, вот, вы можете зайти на Алиэкспресс и купить их там. По цене они идут с платной доставкой. К сожалению, я не посмотрел. Не могу вам сейчас на вскидку сказать. Если брать несколько, доставку будет, она будет в геометрической прогрессии увеличиваться на каждой, или она же будет оставаться неизменной. Насколько помню, они выходят там в районе 300 рублей. Вот, если у вас их нету, и вы их хотели, вы можете закидать их у китайцев. Не совсем понимаю, как это сочетается с правилами Почты России, что денежные купюры нельзя пересылать. Ну, вот, они приходят. Они приходят. Наверное, пишут просто то, что это реплика, и все идет, все хорошо. Значит, опять вот эта вот страшненькая упаковка. Не знаю, зачем он в нее пакует, она вот по мне все-таки не солит. Ну, как не знаю, да, наверняка это дешевле, чем коробка. Китайцы, те же люди, умеют считать деньги. Значит, внутри крячется очередной Asus Zenfone Max. Возможно, Zenfone Max версия Pro. Я не стал сейчас смотреть стрек подробнее, значит. Думаю, да, и откроем. Посмотрим. И будет видно. Значит, внутри. Вы знаете, я понял. Я сначала хотел сказать, то, что MJ обалдел, и поросенок эдакий, да, засунул мне, видите, силиконовый бампер без вот упаковки и прочего. Да, но сейчас я понимаю, что это не совсем все просто так. Значит, вот смотрите. Те бампера, которые у него идут в подарок обычно, те бампера, которые идут у него обычно в подарок, они имеют вот здесь вот сплошную линию. Это же, это, это оригинальный бампер от Asus. Если вы будете смотреть мои следующие видео, то я буду открывать такую упаковочку. Мы увидим, как он выглядит в оригинальной упаковке. Да, это оригинальный силиконовый бампер, родной от Asus. Достаточно дорогая штука. MJ, видимо, извиняется за то, что он немножко там накосячил с коробочкой. Ну и стандартная пленка. В прошлом видео, если помните, была Asus родная пленка. Значит, так как здесь точечка, мы понимаем, что это версия 16 гигабайт от третьего месяца 2016 года. Мы видим черную упаковку. Значит, внутри у нас идет черный телефон. Мы видим внутри черный телефон. Все симпатично, все хорошо, ничто не повреждено. Если это первое видео, которое вы мое смотрите, этот телефон я очень сильно рекомендую. Почему? Здесь, вот посмотрите, вот этот вот пластик, он под кожу. Это очень приятно держать в руках. Здесь вот такая вставочка симпатичная. Вообще, телефон из себя представляет диагональ 5,5. Внутри него находится до безобразия живучий аккумулятор емкостью 5000 мА. То есть, вот если вы сейчас пользуетесь телефоном и заряжаете его, мучаете прям вот свой телефон, заряжаете его каждый день, то взяв Asus Zenfone Max, вы будете его заряжать там раз в два дня. Точно так же его мучат. Внутри находится достаточно хорошее железо, которое тянет в принципе все необходимое. И, что немаловажно, да, это его цена. То есть, его цена очень приятна для таких характеристик, особенно если мы будем использовать кэшбэк. То есть, вот кэшбэк, который я сейчас под видео пишу, по нему на Макс как раз до 30-го числа, то есть, у нас осталось буквально 8 дней, идет акция, вы получаете возврат на 12%. Это получается порядка 16 долларов за обычную версию. Очень приятный получается. Бонус, значит, по телефону задали мне интересный вопрос в предыдущем видео, стоит ли брать страховку. Ну, давайте расскажу, что такое страховка. Если вы живете в Москве и в Москве же находится сервисный центр, да, гарантийный ремонт заказать стоит 400 рублей на максимум, вы сможете его ремонтировать. Сумма небольшая, насколько нужно, затрудняюсь ответить, вот я не беру, но вот она есть, обратите внимание, если вот хотите спать более спокойно, ну, вы можете ее брать. с удовольствием жду ваших вопросов в комментариях. Если вы хотите какой-то тест, видеообзор более конкретно увидеть по этому телефону, либо по телефону версии 32 гигабайта, вы мне об этом пишите, я постараюсь его сделать, ну, либо коротко ответить вам. Если вы хотите этот телефон купить в наличии в Москве, да, вы можете со мной связаться, с небольшой наценкой я вам его продам. Если вы не хотите иметь наценку, но боитесь работать с Али, я могу выступить бесплатным посредником. Подписывайтесь на видео, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, до скорой встречи. субтитры сделал DimaTorzok,